Антония Лоттнер взяла туалет-брейк. Я думаю, что оправданная пауза. Восстановление сил. Ну и вот очень красивые, конечно, сейчас такие визуально диаграммы, которые показывают... В общем-то, даже можно на матчи не ходить, наверное, своих оппонентов. Достаточно смотреть матчи по телевизору, матчи высокого уровня. Больше узнаешь, чем ты побудешь на трибунах. Ну, на трибуне все равно видно многое. Виден ритм игровой, все-таки так вживую силу удара. Хотя, конечно, чтобы почувствовать, надо быть на корте. Ну что ж, ведет Арина Соболенко по ходу второго матча, второго игрового дня. 6-3. Довольно уверенно обыграла она Антонию Лоттнер. И подает немка сейчас в начале второй партии. Браво! Достойная подача. Кроссом Лоттнер и 30-0 пока уверенно. Ну, Кать, мне кажется, что нету повода у Арины особо подвисать, восстанавливаться, поскольку так очень живо она провела первый сет. Но я бы не сказала, что прям на износ сработало. Мне кажется, есть запас еще. Как ты считаешь? Он есть. Он должен быть. Один матч же состоит не из одного гейма, а из одного сета. Это ошибка многих. Или как с одного удара. Мне кажется, это как раз таки вот то, о чем мы немножечко говорили в первой партии, что это разница в уровне. То есть если тебе приходится выкладывать в одном гейме или с этим все, что ты имеешь на сегодняшний момент, у соперницы есть запас. Ну, значит, еще нужно работать. Нет твоего уровня, как говорится, матч. 40-0 пока. Уверенно действует немка на своей подаче. Чуточку не попадает, но тем не менее. То, туалетбрейк сделал свое дело, мне кажется. Арина пока еще не вошла вот с первого розыгрыша. А, она же поругалась. Повыясняла отношения с судьей. Да, 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 да. Это вы как раз уходили в том моменте, когда она была не согласна с видеоповтором. Тем не менее, вот очень важно для нее почему-то была та подача, та самая. Эйс? А кто против эйс? Но, тем не менее, ситуацию здорово вырулила и не стала во время игры на этом зацикливаться. Что ж, мы будем надеяться, что преодолели мы уже все вместе эту ситуацию. И вот опять немножко, да, просела, так на пятках просидела во время приема Арина. А пока уверенно берет немка первый гейм на свои подачи и впервые в этом матче выходит вперед 1-0. Статистика первого сета на ваших экранах. Подавляющее преимущество на подаче. В случае у Арины Соболенко как процент попадания, так и количество розыгрышей, выигранных на первой подаче, заметно больше. Ну и винеров с форханда 11 к 4 и 4 к 2 с бэкханда. То есть достаточно много, хотя количество невынужденных ошибок немножко выше у Арины. Но при таком подавляющем преимуществе первой подачи и количестве активно выигранных розыгрышей, конечно, счет себя оправдывает. 6-3 в нашу пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Получилось удачный противоход получился у Арины. Не ожидала этого немка. Хотя, несмотря на то, что и времени было у нее достаточно на исполнение удара, не справилась она с ситуацией. Но вот тем не менее мы обсуждали, что она из тех похожих игроков, которым нужно время, чтобы войти в игру. Было очень медленный удар, что она растерялась от такой скорости. Отсутствие ее. Вчера мы обсуждали, что в игре и арене видны так совершенно четко спады эти моменты спадов, когда вот это количество невынужденных ошибок заметно возрастает. Вот как тебе кажется еще как раз вот, да? Началась сейчас сет и уже два или три раза села почему-то, когда кажется ничего. Да, вот как раз вот ощущение вот этого спада. И, конечно, нужно и научиться более расчетливо, что ли, играть. Ой, вот сейчас важный, я бы сказала, гейм. Для того, чтобы вернуться в игру и вернуть вот это вот ощущение ража, который у нее был первый сет. Она его налегке прошла. Вновь беру, если это эйс, Арина. Ну, если это эйс будет классно. То очень, конечно. А вот если аут. Это нормально. Если попадет, то это ювелирный эйс. Учитывая, как Арина в предыдущей ситуации возмущалась. Ах, чуть-чуть. Ну что ж, должны отдать сегодня линейным арбитрам очень четко. А не видят даже маленькие ауты. Ух ты, тело. Аут. Аут. И вот так на старте второй партии. Совершенно неожиданно. Казалось бы, ничего не предвещало. Зарабатывает двойной брейкпоинт немецкая теннисистка. Но вот надо ей дать должное, да, психологически такая, совершенно спокойная. Девушка вот невозмутима. Арина начала уже нервничать. Как-то вот пошли жесты. Ух ты, какой фантастический прием был. Здорово. Арина добавила. Но и Лотнер не отстает вот на этом добавлении. Сейчас главное Арина держится. Он был просто феноменальный, да, так прям кистью она его направила через центр, в тело. В общем, не очень приятная была ситуация у Арины Сболенко. Выстояла, но по-прежнему один брейкпоинт еще у немки. Немка серьезно настроилась на этот шанс использовать его. Молодец. Ну, в общем-то, психологически у немки такая ситуация достаточно, ну, если можно так сказать, комфортная, поскольку терять ей нечего. Она явно не фаворитка, а вот так вот, если расслабиться, то может стать героем дня. Это все по моей команде. Спасибо.